Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. И давайте так, сейчас будет чуть-чуть вступления, затем будет основная часть, где будет кратко, быстро и по делу, а затем концовочка, подведение итогов. Соответственно, в этом ролике вы узнаете, как можно своими руками, как просто для обычных простых людей, можно утеплить дом 10х12 из газобетона. В одном из роликов на моем канале мы уже делали замеры тепловизором и нашли большинство участков, углов, через которые идут потери тепла. Из-за этих, кстати, потерь, назовем их еще мостики холода, в углах и в участках есть сырость, где-то даже немножко выходит плесень. И, соответственно, чтобы избавиться от всего этого, плюс сейчас у нас осень, скоро зима, надо утеплять дом. Дом мы будем утеплять пеноплексом Comfort. Толщина утеплителя 50 мм. Мы это будем делать в первый раз. Мы проштудировали весь интернет, посмотрели много видеороликов, советчиков, профессионалов, скажем, вывели небольшую свою формулу, как это можно сделать своими руками. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Я уверен, что этот будет ролик полезен тем, кто столкнется с подобной ситуацией, с подобной работой. И, посмотрев его, я думаю, каждый сможет справиться с этой задачей. Обязательно поддержите лайком, обязательно поддержите комментом. Если мы вдруг что-то сделали не так, напишите об этом. Ну, а вам я желаю приятного просмотра. И погнали! Итак, имеем дом 10х12. Сам пеноплекс будем крепить на клей-пену. Пеноплекс FastFix. Она имеет низкое расширение, ну и предназначена для таких работ. Помимо клей-пены взяли еще зонтики, грибки, кто как называет. Ну и 120-е черные саморезы. Сперва надо осмотреть весь дом, все углы, проверить, есть ли неровности или выступающие элементы. Например, тот же раствор, который остался после укладки блоков. Берем в руки шпатель и молоток и убираем все лишнее, чтобы потом в процессе работы это не доставляло хлопот. Следующим этапом, метра 3-4 от земли, мы помыли дом от всякой пыли и грязи, которая накопилась за все это время. Обошли с Керхером вокруг дома, решили сразу подготовить всю поверхность. Далее в ход идет лазерный уровень. С помощью него выставили прямую линию. Утеплять фундамент мы не будем, так как он потом будет утепляться отдельно, вместе с отмосткой. Поэтому отступили 10 сантиметров вверх, чтобы потом перекрыть шов. Взяли мелованную нить и отбили линию старта. И вот пошел первый лист пеноплекса. Углы стыковали, обрезали шип, наносили клей пену и выжидали 3-4 минуты. За это время слегка смачивали участок на стене, чтобы повысить адгезию. Крепили листы сначала на 5 грибков. Да, вы скажете, это перерасход, ведь крепить можно только в Т-образные швы. Но в процессе работы, друзья, оказалось, что на 5 грибков самое то. Так как лист прижимается плотно и не нарушает плоскость. Мы делали все спокойно и не спеша, не гнали лошадей. А если бы крепили на пару грибков, то верх листа бы прижимался неплотно. Образовывались бы пустоты и утеплитель работал не на 100%. Наносить клей пену можно разными фигурами, скажем так. На самом баллоне есть, кстати, инструкция. Мы пробовали разные способы. В итоге остановились на проход контура по кругу и плюсик по центру. Первый и второй ряд – это самое простое. Заготавливали сразу по 5-6 листов и крепили на стену. Работали даже когда шел мелкий дождь. И он играл нам только на руку. Увлажнял пену на пеноплексе. А сам пеноплекс имеет нулевое водопоглощение и не боится влаги. У него низкая теплопроводность и высокая прочность нажатия. В дальнейшем мы прямо на него опирали лестницу. И ему хоть бы что. Ну и сам материал долговечен и экологичен. Работать с ним очень удобно. За первый день мы прошли 3 ряда и решили даже сделать небольшой эксперимент. Взяли два куска пеноплекса и закрепили на стену. Один кусок прижали двумя грибами, а второй просто закрепили на пену. Оба куска одного меня выдержали на ура. Но вот когда мы повисли вдвоем, то первый оторвался с трудом. И то только половинка. А вот кусок, который просто на пене, отлетел целиком. Сделали вывод, что грибки применять надо. И не стоит на них экономить. Да, конечно, тест мы проводили на пеноплекс комфорт. Если бы взяли марку, например, пеноплекс стена, то, я думаю, такой кусок выдержал бы и троих, и четверых человек. Там плиты имеют фрезерованную поверхность, что значительно повышает адгезию. Но у нас утеплитель был закуплен еще год назад. Да и фасад будет самый простой. На второй день напарник бегал по лестнице. И доделывал первую стенку. А я продолжил идти в весь контур дома. В одного я мог сделать смело три ряда утеплителя. И то третий ряд я уже крепил с бочки. Ну и на утепление эркера уходило много времени. Особенно на подрезку. Леса мы не заказывали. Решили сэкономить. Да и ценник за доставку, плюс пара дней установки, плюс покупка доски для ходьбы нас не устраивало. У нас была трехколенная лестница. И боковые стены мы доставали легко. А вот фронтон сделали очень хитро. Но об этом чуть позже. За третий день мы закрыли полностью одну стену. Сразу же утепляли окна пеноплексом в 30 мм. Так как на тепловизоре очень хорошо было видно, как промерзают окна, а точнее пенные швы. А вот вам хитрый способ по быстрой разметке пеноплекса. С помощью обычной рулетки. За пять дней мы закрыли весь контур по три листа. Задний фронтон у нас деревянный. И там балкон. Он еще не доделан. А внизу будет пристройка для котельной. Так что шестой день мы делали центральный фасад. Смастерили временную лестницу и закрепляли листы. Докуда достанешь. Сразу утепляли окна. И осталась у нас самая высокая часть. Сегодня очередной рабочий день, друзья. Мы долго ломали голову. В принципе мы догнали уже до окон. Но сколько мы могли достать. И тут встал вопрос. Потому что осталась кукушка мансарда. Стали думать варианты. То есть, ну самое подходящее это было заказать леса. Стали прикидывать по деньгам. То есть нашли у кого можно взять леса. Две вышки туры по 8 метров каждая. Доставка в среднем выходит тысяча полторы рублей в одну сторону. То есть за полтораху нам их привезут. Мы стали прикидывать. За один день в принципе мы их можем собрать. Плюс надо заказать доску. Доска нужна либо 50 на 150 шестиметровая. Либо 50 на 200. Ну чтобы мы могли расположить ее по осям и ходить. В принципе, ну потом ее девать некуда. Это тоже стоит денег. Я не знаю сколько бы это вышло. Ну тысяча наверное. Ну и плюс аренда посуточная. И плюс опять забирать леса. То есть один день мы их будем разбирать. И опять же забирать будут леса. Опять же доставка тысяча полторы. Но мы как бы отталкивались в бюджет. То что ну закроем думаю в десятку. Потому что ну с лесенкой колхозить на крыше. Высота 8-9 метров. Но это на самом деле ссыкотно. Небезопасно. У всех семьи, дети. И рисковать своей жизнью ну никак не хотелось. Стали обращаться в бригады. Тоже решили давай закажем, чтобы бригада доделала. Ценник зарядили в принципе такой же. Потому что все что сделано на земле это легко. Следито с лесенкой. Это в принципе как бы можно и самому. И бригадир как бы поржал. Сказал ну конечно вы самое сложное оставили. То есть это опять же леса. Опять же аренда. Опять же доска и так далее. Короче мы думали-думали. Мы почти отчаялись. И тут нам пришла в голову мысль. Как обычно нестандартная. Удивительная. И запоминайте вот этот момент друзья. Кому-то он реально пригодится. И обошлось нам это в 4 раза дешевле. Поехали. Эх друзья. Мы заказали автовышку. Да-да реально автовышку. Честно сказать когда водила приехал и узнал что надо делать. Он ржал очень долго. Даже стал фотографировать. Сказал что у него такое впервые. Короче загрузились мы в корзину. Взяли весь необходимый инструмент. Ну и за 3 часа не вылезая из корзины. Сразу вдвоем доделали весь фронтон. Вот реально ржали все. Прохожие приходили мимо. Останавливались. И просто улыбались. В общем за эти 3 часа мы доделали весь дом. И обошлось нам эта услуга. Заказа вышки. В 3000 рублей. Запоминайте вдруг кому пригодится. Сам утеплитель мы кстати покупали у официального дилера. И друзья не стесняйтесь и всегда спрашивайте сертификат. Чтобы не попасть на подделку. Так что вот так друзья. Вот такой краткий и прикольный с юморком ролик. Поддержите видео лайком. Вам не сложно. Ну а мне приятно. И напишите в комментах друзья. Как утепляли вы. Мы это делали первый раз. Ну и какой фасад вообще посоветуете. То есть финишную отделку. Расскажите как сделано у вас. Как делали вы. Что применяли и какие технологии. И нам и другим зрителям. Я думаю реально будет полезно. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь поднял вам настроение. И обязательно. Когда будет мороз. Я специально приеду. И еще раз пробежимся тепловизором. Чтобы посмотреть. Есть какие-то изменения. Помог ли пеноплекс в 5 сантиметров. Ну в общем узнаем результат. Так что подписывайтесь на канал. И жмите колокольчик. Чтобы не пропускать новый выпуск. Еще раз спасибо. И пока-пока. Что слепой что ли? Вон линия. Надо с угла. Сейчас с угла стрельнем. Ну в них видно в очках? А? В очках видно? В очках видно. Нормально? Помылки? Мы увлажнили стену для пеноплекса. И увлажнили также напарника. Чтобы ему было легче работать. А стой. Надо впасы еще. Может для перебивки детей у нас точно. Догоняй его, догоняй. Как вам утепление дома пеноплексом? Легко, быстро, удобно. За час, за два сделали? Да. Два дня работы еще. Два дня работы. А не знаю, за сколько мы сделали? Ну месяц по выходным наверное, да? Ну да, ну там даже не полные дни бывало. Там чисто так что-то раз не пустяло. То есть один-два раза в неделю, месяц. Ну за неделю, да, грубо говоря. Два раза, один раз в неделю полно. Дом 10 на 12, да? Ну другая сторона мансарда идет. Мне кажется, тогда бы еще неделька прилетела бы. Ну вот у тебя мансарда, которая еще туда заходит, на ту сторону. Я говорю, если бы был бы полностью дом. Не, ну опять же, тут эркер. Если бы дом был бы просто квадратный, как бы было бы еще проще. Субтитры сделал DimaTorzok